Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент» и я, ее по-прежнему ведущий Юрий Алаев. А в гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук, кандидат политических наук Григорий Юрьевич Канарыш. Один из немногих ученых современности в России, во всяком случае, кто исследует зависимость между модернизационными процессами, социально-экономическими модернизационными процессами в обществе и национально-психологической составляющей этого общества. Можно для простоты сказать, между модернизацией и доминирующим психотипом. Вчера буквально Григорий Юрьевич выступил с публичной лекцией в первой физической аудитории нашего университета. Лекцию сопроводили дружными аплодисментами, слушали достаточно внимательно. Но, как это часто бывает, после лекции стихийно возникло некое такое кулуарное обсуждение, в ходе которого я уже к вам, Григорий Юрьевич, обращаюсь, чтобы эту тему мы сейчас могли продолжить. В ходе которого прозвучало несколько достаточно резких, или серьезных, точнее сказать, замечаний. Прозвучали упреки, что несвоевременно было обращение к оценке юнгом состояния общества или описания общества. Я думаю, что апелляция к высказываниям Спенсера и Вебера как-то в ней исторично звучит. Ну, и даже прозвучало такое высказывание, которое я с трудом вообще понимаю его смысл. Может быть, вы поясните, что вот такой подход – это культурный расизм. Очень жаль, что вчера вот эта дискуссия не произошла в той аудитории. Я думаю, вы с готовностью бы ответили. Но у нас есть возможность сейчас прокомментировать вот эти оценки. Если можно, коротко, но… Да, ну, вот что касается, может быть, последнего – культурный расизм. Мне приходилось тоже выступать в разных аудиториях, в том числе и в Институте философии РАН с этой темой. И где тоже, в общем, достаточно авторитетные наши исследователи, занимающиеся проблемами нации, нации строительства, говорили, что такой подход – это культурный расизм или близко к этому. Но я не думаю, что это культурный расизм, поскольку все-таки в основании такого вот расистского подхода лежит отделение нации по какому-то иерархическому принципу. Здесь же, даже когда я обращаюсь, например, к исследованиям того же самого Ивана Алексеевича Сикорского, вот которого я вчера приводил в пример, и который, собственно, стоял на позициях расового подхода, и он на самом деле был расистом, да, то есть он говорил о том, что есть расы высшие, есть расы низшие. Но, тем не менее, даже в этом материале удается найти сегодня очень ценные вещи с точки зрения характеристики отдельных рас. Другой вопрос, что, конечно, мы, ну, я, в частности, вижу в его описании, например, монголоидные расы, не признаки недоразвития этой расы, да, по отношению к расе европейской или европеоидной, а признаки, скорее, некую специфику, некие особенности, да, когда он пишет о преобладании, например, чувственного начала над рациональным. Своего рода категория других, да, Алина? Да, то есть речь идет о том, что то же самое, только, может быть, немножко иным категориальным языком, написано, например, у нашего исследователя, китаеведа Спешнева. То есть открываешь современную книгу Спешнева и читаешь то же самое, но только написанное другим языком, немножко в других категориях. Поэтому я не вижу здесь, как бы, этот упрек в расизме, он не актуален, не обоснован, потому что, да. Ну, вот смотрите, вы упомянули, что примерно с такого же рода возражениями или критикой вам приходилось или приходится сталкиваться в стенах Российской Академии Наук, да, в рамках даже вашего института философии. Да, это совершенно верно. Правильно ли я понимаю, что вот вы и ваши единомышленники, которые вот исследуют именно эти зависимости, да, вот национально-психологических особенностей общества и его готовности к модернизации, или уже насколько в том или ином обществе модернизации осуществляется. Правильно ли я понимаю, что, ну, вы не мейнстрим, да, что большинство у вас... Да, вы совершенно верно. Да, вы совершенно верно понимаете, мы не мейнстрим, это так. Но вам позволяют, тем не менее, проводить исследования, то есть ни о каких преследованиях а-ля там весьманистов-морганистов, если мы вспомним, в Саимские времена не идет. Нет, о преследованиях речь не идет, хотя, конечно, некоторые наши исследователи-конструктивисты, авторитетные, работающие в институте, в Академии Наук, реагировали достаточно жестко, и более того, эта критика, она выводилась в публичное пространство. То есть просто, ну, можно сказать, пытались даже заклеймить. Ну, вот смотрите, Григорьевич, вы понимаете, вот когда возник вопрос о том, что, наверное, интересно было бы вас послушать, здесь пригласили в Казанский государственный университет, в Федеральный университет, извините, но он от этого не перестает быть государственным. Понятен ведь был вот импульс изначальный, да, что привлекает. Мы все, мы, я имею в виду, политические и социально активные граждане, руководители регионов, федеральное правительство, ну, все, можно сказать, да, озабочены примерно одним и тем же вопросом, что происходит, как, в конце концов, России, вот, встать на путь развития, на путь той самой модернизации, и как сделать так, чтобы, ну, совсем уж, грубо говоря, мы работали так же, как сейчас, а жили, как в США или Швейцарии, ну, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Конечно, это несбыточная мечта, но, тем не менее, вопрос вот о модернизации, он с разных сторон исследуется, приводятся доводы. Есть группа Кудрина, есть Столыпинский клуб, который академик Глазев там пестует. Ну, это чисто экономические модели. И тут вдруг появляется, или, вернее, на авансцену выходит группа ученых, которые говорят, да, ребят, это все прекрасно, институты, но посмотрите, есть же национально-психологические особенности, и нельзя игнорировать их влияние на готовность того или иного общества к модернизации. И вот мне, как частному лицу, как журналисту, как телеведущему, такая позиция понятна. Я тоже думаю, ну как, но ведь они же разные люди, вот даже в разных областях, в пределах Российской Федерации, совершенно по-разному. Почему мы не должны в своей внутренней политике, хотя бы во внутренней политике, почему мы не должны учитывать вот эту вот разность? И это все здорово и хорошо, но тут же возникает один вопрос. Вот вчера, вы, как знаете, я послушал вас на лекции, что-то записывал на диктофон, старался слушать внимательно, вспомню студенческие годы. И возникло несколько вопросов, которые вот хотелось сейчас прояснить. Я думаю, что, может быть, участие аудитории вчерашней, они тоже возникли. Ну, или могли возникнуть. Ну, первое и главное. Вот как только мы касаемся таких национально-психологических особенностей, мы тут же натыкаемся на понятие нации. И тут же возникает два подвопроса. Первое. Вы, теперь уже не мы, а вы, вы и ваши единомышленники. Когда вы говорите о нации, что вы имеете в виду? Нацию как группу этносов или конгломерат этносов? Или нацию как некую гражданскую субстанцию? Нацию в политическом значении этого слова? Это первый подвопрос. И сразу второй, чтобы проще было возможно отвечать. Вот ваши примеры, которые вчера прозвучали, ну, достаточно широко известные труды Вебера, да, с его там этой апологией протестантизма, вот этой вот трудовой культуры, культуры кропотливого, повседневного труда, труда как культа. И высказывание Спенсера об Америке конца 19 века, который увидел там новый мир. И, опять же, новую нацию фактически, как, если иметь в виду, нацию гражданственную. Но с тех пор прошло больше века. Правда? Не получается ли так, что вот в ваших исследованиях нации, либо как группа этносов, либо как некая мега-нация, либо как нация в политическом смысле, рассматривается как нечто, вот, не подверженное изменениям, не эволюционирующее, хоть в биологическом, хоть в политическом, хоть в культурном смысле? Ну, во-первых, что касается понятия нации, да, но все-таки основное понятие нации, которого я придерживаюсь, и мои коллеги придерживаются, это нация как общность или сообщество людей по гражданству, прежде всего, да, не по крови, вот, а по гражданству. То есть совокупность граждан, разделяющих общие ценности, объединенных общей культурой, языком и так далее. Все-таки вот нация в этом смысле. Хотя, конечно, можно говорить и о другом понятии нации, которая тоже существует, наверное, наравне с этим понятием, это понятие этнической нации. То есть учитывать этническую составляющую, этническую компоненту? Да, ну, даже те же самые представители конструктивистского подхода, да, по сути говоря, вот, определяя нацию так, как я ее сейчас определил, да, вот, тем не менее, они оговариваются в своих работах, говоря о том, что есть еще и этнические нации, да, и внутри даже наций гражданских, да, могут существовать еще одна или, там, больше несколько этнических наций. То есть, по сути дела, может быть такая большая гражданская нация, да, которая включает в себя еще в качестве компонентов несколько этнических наций. Ну, например, ну, приводится даже из европейских стран такая страна, как Испания, например, да, где тоже есть свои какие-то... Где есть каталонцы, да. Да, где есть каталонцы, где есть страна басков, да, то есть, вот, эти этнические нации тоже там существуют. Что касается изменчивости, я думаю, что, конечно, конечно, изменчивость наверняка присутствует. Вот, все-таки, даже, ну, если мы говорим об обществе, если мы говорим о культуре, конечно, присутствует социальная динамика, да, и даже если мы говорим о национально-психологических особенностях и с той точки зрения, с которой я их изучаю, эта точка зрения, естественно, научная, характерологическая, все равно можно говорить об определенной изменчивости, я думаю, поскольку здесь какие-то изменения могут происходить, ну, даже и на генетическом, может быть, уровне, которые тоже могут менять какие-то характеристики. Хотя, конечно, в целом национально-психологические особенности, национальный характер и вещь чрезвычайно устойчивы. И об этом пишут все исследователи, которые, так сказать, это изучают. Ну, вот один из примеров, который вчера вы приводили, находя общее с точки зрения приверженности к культуре труда между американским обществом, имеется в виду США, и теми обществами, которые существуют сегодня в Юго-Восточной Азии. Это общее. Но вы же, высказываясь сами и цитирую кого-то из авторитетов, неважно сейчас кого, отметили, что в течение столетия вот эти вот китайцы, японцы, корейцы, они очень активно вестернизировались, сознательно причем вестернизировались, стараясь перенять все, что могло быть. Опять же, два вопроса возникают. Что-то у меня сегодня парные вопросы, да? Вопрос первый заключается в том, что если эти наши южные братья, соседи, юго-восточные, в течение столетия следовали, 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 и вдруг выяснилось, что они вестернизировались. Они сумели совершить вот этот модернизационный скачок. Не только в индустриальную эпоху, да, но если взять некоторые там моменты в Японии, в Сингапуре, да, собственно говоря, и в Китае, уже и в постиндустриальной. Островки и постиндустриального развития. Да, уже какие-то возникают такие вот эти вот рассадники, да, скажем, бульончик, на котором может что-то дальше вызреть. Если это удалось им за сто лет, то первая из пары вопросов, не следует ли из этого, что они изменились в том числе и на, ну, не хочу сказать биологическом, но в каком смысле на генетическом, вот на подкорку уровне. Что это другая нация, что это не те корейцы, не те китайцы, не те, там, ну, вьетнамцы, не это оставляем, не те японцы, которые жили на свете сто лет назад. То есть, до неузнаваемости. И второй из этого дуплета, да, но ведь и Россия сто лет, более ста лет назад модернизировалась, правда, ведь мы же тоже догоняли. Мы следовали за лучшими образцами. Ну, я уж не буду о петровских временах, я сейчас говорю о 19 веке. Мы же тоже стремились. Мы развивали промышленность, мы перенимали лучшие технологии, мы тратили на это золото, мы воспитывали инженеров. Мы, по примеру, петровских времен направляли тысячами людей на образование в ведущие университеты Европы. Германии, в частности, да, ну, или там, Пруссии, точнее. И что, получается, что за сто лет азиаты, мы понимаем с вами, что это не обидная, да, дефиниция, это просто констатация принадлежности географической, сумели... Не расистская. Не расистская, да, да, возвращаясь к началу беседы. Вот, так они, получается, сумели достичь вот этого. А, дорогие россияне, нет? Да, ну, вот, что касается того, изменились ли китайцы, корейцы, да, я думаю, что... были ли изменения? Я думаю, что и да, и нет. Потому что, ну, вот, вспоминается мне один из... один пример, который вот профессор Валентина Федотова приводит в своей статье. Она пишет о том, что когда вот появился в Китае автомобиль, и вдовствующая императрица, значит, в этот автомобиль должна была сесть, она категорически отказывалась садиться, значит, на заднее сидение. Потому что такой был порядок, что водитель не должен был сидеть впереди ее, да? То есть, вот, как бы традиционное общество. Вот. Да. С другой стороны, вот, если, да, ну, собственно говоря, модернизация, модернизация Восточной Азии все-таки в хронологические рамки, это где-то, где-то с 60-х годов, да? 20-го века. 20-го века, да. Но что способствовало, да? То есть, были какие-то предпосылки, которые способствовали вот началу этой успешной модернизации. И это, конечно, навыки рыночного хозяйствования и такой специфический рыночный менталитет вот тех же китайцев. То есть, до модернизации современной в Китае, то есть, вот, с 70-х годов, был еще Шанхай. Да? Шанхай 20-х годов, Шанхай 30-х годов. И даже Харбин. Да, да, где как раз существовали вот эти практики хозяйства. И Гонконг. Китайцы были активно в это вовлечены. То есть, можно сказать, что Дэн Сяопин, по сути дела, возродил в Китае какие-то традиционные практики вот этого рыночного, рыночных отношений, да? Которые там существовали в какой-то степени традиционно. Вот чрезвычайно интересное замечание. Да, хорошо. Я потом к нему вернусь, с вашего позволения. И? А что с дорогими россиянами? Что с дорогими россиянами? Вопросы еще раз вы... Ну, вот, сто лет там, сто лет тут. Сто лет Юго-Восточной Азии, даже если уж совсем строго, с 60-х годов прошлого века модернизация состоялась. Почему здесь? Догоняющего развития в Российской империи, в Советском Союзе, во многом успешного догоняющего развития, особенно если вспомнить 40-е и 50-е, главное, ну, вот это вот по военный период, да? Перед войной сразу и после войны. Успешные были, да, примеры, независимо от того, кто там, как и ядерные секреты украл. Их же надо было суметь воспроизвести. Но, в целом, в общем, да, мы сейчас стоим вот опять на той точке, где-то чуть ли не образца 1913 года, с которым любила советская статистика всех сравнивать. И опять думаем, ну, как же догнать? Почему за все сто лет, я повторю, повторяю вопрос, да, вот наши юго-восточные соседи сумели перековаться, выражаясь, опять же, идеологами сталинских времен, а с нами этого не произошло? Это в контексте вот ваших исследований, а национальных, психологических особенностей. Я думаю, да, здесь на эту тему, на этот вопрос как-то коротко, но очень ясно ответил в одном из своих интервью академик Гусейнов, Абдул-Салам Абдул-Керимович. Он сказал, что вот особенность русских, тоже рассуждая о русском характере, русском менталитете, что мы очень хорошо можем мобилизоваться, да, в какие-то моменты и совершить буквально чудо. Да, и действительно мы совершили чудо в период сталинской модернизации, и почему еще важный момент мы совершили это чудо экономическое, а действительно так и называли, в России русское экономическое чудо. Потому что то общество, да, сталинское, при всех репрессиях, при всем, что там происходило, вот, это общество воспринималось массами людей как общество воплощенной справедливости. То есть, Сталин сумел создать такое общество, общество воплощенной справедливости. Поэтому люди, и видя, что многое меняется вокруг них, и что создается что-то новое, люди готовы были самоотверженно трудиться, строя социализм, строя вот это новое невиданное общество. Жертвуя настоящим ради будущего. Жертвуя настоящим ради будущего, как это делают потом китайцы. Вот, но как только модернизационный импульс иссяк, да, как только появился Хрущев, над которым стали смеяться, да, в конечном счете, и дальше, вот, иссякание этого модернизационного импульса, и, как вот говорит Гусейнов, что мы проиграли там, где нужен был просто упорный, систематический, ежедневный труд. Просто каждый день пахать. Да, каждый день пахать. Это не про нас, согласен. Это умеют делать американцы, это умеют делать китайцы, но, к сожалению, в России немножко по-другому. И это следствие, я все возвращаю вас к вашей тематике, это следствие национально-психологического психотипа. Я думаю, что да. Я думаю, что национального характера. Национального характера, но мы здесь говорим уже как западные люди, которые всех, кто из России, и даже тех, кто из Молдавии, прежних республик СССР, называют русскими. Но мы-то с вами понимаем, что на самом деле, если бы говорить об этно-нации, или если бы говорить о национальностях, да, это все-таки немножко разные вещи, нации, национальности. Но мы же понимаем, что тут живут далеко не только русские. Конечно. И живут те же азиаты, да, которые сумели, я туда все киваю на юго-восток, перековаться, трансформироваться и совершить модернизационный рывок. Живут хладные финно-угры, да, родственники которых ближайшие, пожалуйста, мы можем посмотреть. Которые, тем не менее, в русле протестантской культуры тоже по-своему строят в свое общество благосостояние. Ну, строят ведь и успешно строят. Конечно, успешно строят. Вот что интересно. То есть, при всей вот этой вот пестроте, разнообразии, этническом, да, культурном, ну, базовые какие-то, наверное, ценности общие уже, вот при всем этом разнообразии, которое, казалось бы, должно быть благом, должно быть стимулирующим элементом. Получается, что здесь вот много-много-много плюсов и есть какой-то один минус, который все это нивелирует. Что это за минус, с вашей точки зрения? Это именно вот Иван Дурак в это все упирается? Сейчас нас уж точно обвинят в расизме культурном. Да нет, я не думаю. Нет? Нет, ну, во-первых, во-первых, надо сказать, надо защитить Ивана Дурака. Давай, попробуй. Все-таки Иван Дурак совсем не минус. И я, когда вчера говорил, приводил, значит, в своей лекции цитаты из книги, значит, историка Анны Валентиновны Павловской, профессора, заслуженного профессора МГУ «Русский мир. Характер быт и нравы». И как раз-таки отмечал, что характер Ивана Дурака несет в себе много плюсов. И вот один из этих плюсов, но если так воспользоваться таким термином, наверное, можно назвать это социоцентризм. То есть Иван Дурак, он же помогать хочет другим. Он же жалостлив, он сострадателен, он стремится другим помочь. И причем делает это не так, как, может быть, сделал бы какой-нибудь американец, да, ища выгоды прежде всего. А он делает это от души, от сердца. Вот. Поэтому польза Ивана Дурака – это польза вообще, которую приносила классическая русская интеллигенция. В общем-то, но уже, конечно, в более таком интеллектуальном... Но не та разночинная интеллигенция, которая швыряла бомбы под пролет. Нет, нет, я не об этой интеллигенции говорю, конечно, нет. Я говорю об интеллигенции, которая все-таки, да... Да, очень хорошо, но вот под этим углом зрения, если посмотреть, то получается, что вот наш Иван Дурак – это потенциальный член общины, да, русской. И это потенциальный член колхоза, это потенциальный член производственного коллектива промышленности до индустриального периода. И если следовать этой логике, то напрашивается вывод, что политика ВКПБ-КПСС была основана на куда лучшем понимании народного нутра, чем сегодняшняя политика. Правда? Установка на то, что завтра будет лучше, у нас грандиозные цели, мы построим царствие всеобщей справедливости, абсолютно ложащиеся, да, на менталитет, вот, христианский, русский, да. Удачная или нет, но, тем не менее, эффективная перелицовка чуть ли не Нагорной проповеди, да, там, заповедей христианства в моральный кодекс строитель-коммунизм. Коллективизм, антииндивидуализм, антибуржуазные такие. Да, на взаимопомощь. Все это, оказывается, прекрасно ложится на исконную, посконную, суконную, как угодно, да, можно ерничать, можно не ерничать, но, тем не менее, реальную почву, в которой мы живем. Вы совершенно правы, я думаю, что это так и было. Есть с этим один практический вопрос, уже абсолютно практический, хотя он, так или иначе, все равно связан с модернизацией. Можно ли сказать, что вот к вашим исследованиям, даже не столько к исследованиям, может быть, сколько к вашему подходу, к вашему взгляду вот на эти зависимости между модернизацией или возможностями модернизации, прислушиваются в неких структурах, которые, как принято говорить, принимают решения. Выходили ли вы со своими работами, вы непосредственно или ваши старшие товарищи, там, какие-то корифеи, там, я, на профессор, я боюсь соврать, Бруно, да? Бурно. Бурно, Бурно. Ну, Марк Евгеньевич Бурно, он все-таки психотерапевт, он врач, он ни с какими инициативами, тем более общественно-политическими. Нет, ну, насколько я понимаю, он авторитет, в том числе, ведь и для вас, по этой части. Он авторитет, для меня, да, в том плане, что, конечно, участвуя в его семинарах, я думаю, что достаточно основательно изучил, естественно, научную характерологию. Понятно. Да. И вот есть какая-то общая точка, в которой очень многие исследователи сходятся. Вот, что может быть в России мотором модернизации. И вот, мне кажется, мотором, или, может быть, одним из моторов, да, модернизации может быть, конечно, идея справедливости. Много говорится о национальной идее в России, да, вот какая может быть национальная идея. И говорят державность. Как чаши граали. Да, говорят державность. И отчасти говорят правильно. Да, и, в общем-то, политика нынешнего руководства России, она во многом строится на культивировании вот этих идей державности. До триады не хватает еще двух. Да, самодержавие. Но при этом еще одна важнейшая базовая для России ценность, она уходит куда-то, совершенно пропадает. Что это? И это ценность справедливости. Это две базовые ценности. Я помню, еще я читал исследование 2007 года, подготовленное, по-моему, институтом социологии РАН. И вот как раз, где четко, ясно было написано, две базовые ценности, которые сегодня востребованы людьми. Это идея порядка. Ну, тогда это порядок был, недержавность еще. Идея порядка и идея справедливости. Ну, да. Поэтому мне представляется, конечно, вот то, что у нас вот эта идея социальной справедливости, она все время где-то в загоне находится. У нас должен быть консерватизм, но консерватизм социальный. Вот смотрите, для того, чтобы эта идея, ну, даже не буду говорить восторжествовала, но хотя бы вышла на первый план, да, стала актуализирована, наверное, все-таки мало даже вот понимания со стороны власть имущих, вот так, ментальности, да, глубинной основы людей, народов, которые населяют Россию. Нужны еще какие-то институты. Вот мы с вами до эфира буквально двумя словами перебросились по поводу политэкономического бестселлера последних там двух-трех лет. Почему одни страны богатеют, а другие остаются бедными. Это Арджем Углу и Робинсон, два автора. Вот она переведена на русский язык. Я даже не знаю по жанру это монографии, как ее назвать, неважно. Важно то, что вот они-то как раз посвятили весь свой труд достаточно объемный доказательству того, что ни биологические или генетические основы, ни так называемые ментально сформированные в результате и на этой основе напластованиями культуры, ни даже характеристика режима, тоталитарные, автократные, не играют решающей роли в готовности к обществу, к проведению модернизации или к успеху модернизации в том или ином обществе. С точки зрения этих авторов, все определяет и все решает институт с большой буквы. И вы знаете, при всем при том, что, ну, с моей точки зрения, там есть какие-то моменты, с которыми можно поспорить, как и в любом, наверное, труде неоднозначном или многослойном. Но когда я прочитал о примере, вот сейчас не могу вспомнить название, мексиканский штат, который поделен между собственным Мексикой и Техасом, вот просто граница проходит по середке этого штата. И там и там живут совершенно одни и те же, грубо говоря, племена. Вот абсолютно такие же мексиканцы. И колоссальная разница в производительности труда, в уровне благосостояния, в самоощущении, в культурных потребностях и так далее. Но здесь еще я так со скепсисом к этому отнесся. Думаю, ну да, США под боком, чему нет такая мощная держава. Но второй пример, он меня убил, откровенно говоря, я не нашелся, что возразить. Они привели пример Южную и Северную Корею. Правда? И у меня, наверное, едва ли не последний вопрос в сегодняшней нашей беседе. Вот этот пример двух Корей, когда абсолютно одинаковые этносы, разделенные границей по 38-й параллели, оказались на совершенно разных ступенях цивилизационного развития. Он не убивает вашу теорию, ваше изыскание? Да. Я, наверное, что-то могу ответить на этот вопрос. Совсем недавно смотрел новости. Рассказывали о экономике Дальнего Востока, что там происходит, как там происходит. И то, что очень много приезжает мигрантов из Северной Кореи. Они работают, они там что-то делают. Я уже не помню, что они там делают. Но вот очень важной характеристикой, которая была отмечена по отношению к северным корейцам, что их с удовольствием нанимают на работу. Их с удовольствием нанимают на работу, потому что они все очень четко и качественно делают. Поэтому, конечно, при всех различиях между Северной и Южной Кореями, в одной стране один режим, в другой стране совершенно другой режим. И уровни жизни несопоставимы. Но почему-то и северные корейцы, и южные корейцы одинаково хорошо умеют трудиться. Ну, тогда все-таки эти господа Анджемоглу и Робинсон правы. Разница в институтах? Я думаю, что, конечно, они правы в определенной степени. Безусловно, правы. Различие институтов действительно и институтов, и идеологии. Да, поэтому я сейчас вообще последние, наверное, может быть, годы 2-3, то есть я стал писать не только о национальных характерах. Последняя вот моя статья уже о российском капитализме. И я стал приходить все-таки к большему пониманию того, что нужно рассматривать вот эти процессы модернизационные с точки зрения такой вот многофакторной модели. И вот анализ российского капитализма меня в этом убедил, что действует целый ряд факторов, в том числе и национально-ментальных, и в том числе и факторов институциональных, которые создают очень серьезные препятствия для развития капитализма в России, нормального капитализма. И шире для модернизации. И шире, конечно, модернизации, да. Поэтому я думаю, что, конечно, иные факторы обязательно нужно включать, учитывать и анализировать. Все-таки я повторю вопрос, который прозвучал минут 5, наверное, назад. Власть. Я уж совсем грубо и просто сформулирую. Власть. Кто-то из власти проявлял, проявляет или, вы надеетесь, будет проявлять интерес к вашим исследованиям. Эта точка, вот этот подход, он слышен кому-то вот там в этих горних высях или нет? Я должен сказать только одну вещь, что, к сожалению, власть не слушает социальных ученых вообще. Социологов-то она слушает? Я не знаю, кого из социологов она слушает, но, по крайней мере, тех моих коллег, социальных философов, политических философов, которые работают, вот в частности, у нас в Институте философии, власть не слушает. То есть она не интересуется нашими исследованиями. То есть было время, когда к нам приходили люди, близкие к власти, например, приходил Сурков, и был серьезный круглый стол, на котором обсуждались, в том числе, и проблемы модернизации. Но это какие-то единичные случаи, которые так и остаются единичными случаями. А в целом наши исследования, они, к сожалению, властью не востребованы на сегодняшний момент. Да. И это очень печально. Печально, печально. Поэтому я уже не говорю тут о национально-психологическом подходе. Я говорю шире об исследованиях в области социальной философии. Ну что, будем считать, что это одна из составляющих проблем, которые мешают нам. Да, это одна из важных проблем. Противоподорнизации. Потому что без учета экспертного мнения в этой области, конечно, сдвинуться с мертвой точки будет трудно. Мне очень не хочется заканчивать наш разговор вот на этой флегматичной, если не сказать, пессимистической ноте. Опять же, в силу моей уже индивидуальной ментальности. Несмотря на не совсем русскую фамилию, я все-таки русский человек. Кстати, у вас тоже не вполне русская фамилия. Да, у меня совсем не русская фамилия. Вы финогр. Нет, я не финогр. У меня другие, у меня семитские корни. Понятно. К этим корням надо присматриваться и прислушиваться. Я думаю, так умные власти всегда так делали. Мы отвлеклись. Мне не хотелось бы на этой флегматичной или пессимистической ноте заканчивать нашу передачу. И как человек, верящий в чудо или надеющийся на чудо, да, как истинно, так в таком случае русский человек, я хотел бы все-таки услышать от вас нечто жизнеутверждающее. Если, конечно, это не вступает в противоречие с вашими убеждениями, с вашими научными воззрениями. Есть какой-то шанс у нашей по сию пору необъятной страны на то, чтобы пройти этот период догоняющего развития? Или, может быть, догоняющий развитие – это не тот путь, который нам нужен? Может быть, как выражался один мой приятель математики, если говорить, мы будем бежать по прямой, это пустота. Мы никогда ничего не сделаем. Нужно найти какую-то вещь, которую вот в искривленном пространстве мы встанем на одну точку с ним. Ну, да, насчет модели развития сегодня разные есть точки зрения. Одни говорят о национальной модели модернизации. Это вот так называемый особый путь России? Нет, это не особый, нет, это немножко другое. Национальная модель модернизации – это развитие на основе собственной идентичности, но с каким-то необходимым уровнем заимствований, как западных, так и восточных. Необходимым. То есть вестернизация и истернизация. То есть мы берем только то, прагматически берем только то, что нужно нам в данный момент для нашего развития. Но в целом базируемся на каких-то собственных основах. И это, конечно, подразумевает, что мы понимаем, что нам нужно. Конечно, да. То есть нужно все-таки достаточно рационально к этому подходить. Понятно, да. Да, есть, конечно, еще другая точка зрения, что все-таки догоняющая модель, но с элементами таких прорывных технологий. Вот такая позиция. Ну, если все-таки как-то попытаться вот сказать что-то главное, что-то важное, конечно, мне кажется, что вот про идею справедливости, социальной справедливости я уже сказал. Еще что, чтобы я отметил. Вот все-таки опять же при работе над проблемой российского капитализма совершенно отчетливо понял такую вещь, что, конечно, нам ничего не построить без правового государства. То есть вот культивирование права и законности. Ну да, возвращение к роли институтов. Мы можем построить какой-то рынок, создать какой-то рынок. Но капитализм – это не просто рынок. Капитализм – это рынок плюс право. Вот, потому что то, что мы создаем, да, в процессе нашего труда, нашей работы, это должно быть надежно защищено. Вот, в России, к сожалению, ситуация до сих пор такая, что заработанное не является надежно защищенным. Вот это вот идея права. И третье, что я бы еще отметил, конечно, все-таки, наверное, в такой полиэтничной стране, как Россия, я вчера в лекции об этом говорил, все-таки нужно уделять гораздо-гораздо больше внимания этническим особенностям, и в том числе этническим менталитетам. И, в частности, это касается национальной политики. Вот, то есть строить отношения с народами, с этносами на основе того, как, на основе, так скажем, понимания их вот этих характерологических особенностей. И это очень важно, поскольку сама этничность, да, и полиэтничность выступает очень таким мощным ресурсом модернизации. Это человеческий капитал. Да. Вот, то есть нужно обратить большее внимание на человеческий капитал, черпая его из этнического многообразия. Вот я бы так сказал. Юрий, спасибо вам за ответ, спасибо вообще за беседу в целом и за вчерашнюю лекцию тоже. Я думаю, уважаемые телезрители, что все это не зря. Я думаю, что и наш сегодняшний разговор, и вчерашние лекции для тех, кто на ней был, дали, как принято говорить, достаточную пищу для ума, если только не лениться думать. И это был очередной выпуск программы «Акцент». И я по-прежнему ведущий этой программы, Юрий Алаев. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова